Всем привет и добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки, в Майами. Здесь я аплодисменты сейчас наложу. В общем, мы в Майами уехали спонтанно, эту историю я расскажу. Пока приходим в себя, Тимка приболел, потому что акклиматизация, мы неделю по-были, мы приехали из Бали, неделю по-были в Москве и уехали сюда. Иммунитет не особо справился, но акклиматизация у детей сложнее проходит. Поэтому он у нас тут один день с температурой был. Вот сейчас уже на поправку пошёл. И-и-и-и, ну-ка, ничего себе! И вот ещё, смотри! И сейчас с соплями, и с кашлем. И вот ещё, смотри! В общем, мы не можем без приключений. И на время мы сложно перестраивались. И скорпиона... Да, как здорово! А эта площадка, вы помните, из моих влогов. Должны помнить? Вот покажу. Помните? Когда Тимке год был, мы сюда ездили, гуляли здесь. Да, цветочек! Так, Тимка доволен. На улице у нас плюс 22, но поскольку он болеет, он в кофточке. На солнце жарко, жарко. Просто хочу, чтобы вы почувствовали то же, что чувствую я. Я как домой вернулась. Мне говорят, мне очень идёт Майами, хотя я вчера была на тусовке, я опухшая. Да, мы с девочками здесь, с местными, скажем так, русскими, познакомились. У нас было мероприятие в Инстаграме, кто подписан, знает. И несмотря на это, мне очень идёт Майами. Мне написало много людей. Я тебя снимаю! И я обязательно спешу видео, почему мы тут, насколько мы тут, где мы живём, с квартирами, все вопросы. В общем, буду записывать видео, буду снимать для вас долго. К счастью, теперь есть о чём! Вот, и готовимся к Новому году вместе со мной. Room Tour пока делать не готово, но покажу кухню. Главное, что меня сейчас беспокоит, это то, что плита не работает, потому что не подключён газ. Сейчас мы ждём газовиков, почему он не подключён, и почему надо подключать заново. Я тоже расскажу про квартиру видео. В итоге мы несколько дней отмывали квартиру всю. То есть я мыла дверь, окна, вот эти все защёлочки, стены, микроволновка. Но микроволновка ужасная, её мы будем менять, потому что, смотрите, что там. Ужас и кошмар. В общем, пока не мыла, её не знала об этом, но нам, к счастью, хозяева меняют. Тоже всё подробненько расскажу. Покажу потом и квартиру, и рум-тур. Надо просто немножко обустроиться, поэтому пришу не обижаться, что я сразу всё не показываю. Я не знаю, как так можно сразу всё показывать. Потому что мне надо вообще в себя прийти. Это у нас Тимкина кровать расправленная, потому что он сейчас спит в спальне. Мы ждём газовиков, но чтобы они его не будили, потому что это общее пространство. И Тимки мы с собой взяли не так много всего, если честно. Вот здесь всякие. Пару книжечек. Кстати, кстати, кстати. Там прямо перед отъездом пришла книжка новая про Кротика Макса. Смотрите, у неё обложка бархатная. Мне так нравится её трогать. Вот, в общем, помните, были про Козыка Чарли, который надо было нюхать. А теперь про Кротика Макса, который надо трогать. Вот у него реально у этого мяча такая текстура, как у баскетбольного мяча. Она прямо как будто кожаная, как будто кожаная всё сделана. И вот здесь есть такие разные странички. Есть кристаллики разные. В общем, где здесь можно потрогать. Вот здесь вот водичка. Вот, на свету видно. В общем, взяли вот такую книжку. Тимка на меня ругается, что я не взяла всю серию, потому что это мы очень любим. Вот, приключения Козыка Чарли у нас есть. Вот такие у нас есть. Вот такие у нас есть. Вот лекарственной травы нету. И швейцарских Альпах нету. Вот этих двух книжек нету. Вот эти три есть. Теперь вот эта вот новиночка есть. Для маленьких деток тоже. Мне кажется, с рождения можно. Ну, как с рождения, с года. Когда книжки начинают трогать. Очень нравится. Мне очень-очень. Я очень люблю вот потрогать все. Взяла азмку еще. Но книжки надо будет, конечно, докупать. Или попрошу привезти тех, кто поедет. Филомастеры взяли. Фикс прайс. И вот ящик игрушек. Но это вот новый мячик здесь купили. Мстители. Но по сравнению с нашими, там сколько у него, 6-8 ящиков было игрушек. Ему, конечно, это немного. У меня уже здесь американская аптечка. Я на iHerb заказала. Видео сняла. Мне уже сюда прислали. Ну, как iHerb, это так международный сайт. Тимки витамины, хиноцею. Я хлюпаю носом, если вы слышите. Вот я начала, что-то у меня нос. Это вот. Но в любом случае. Здесь классно. Здесь тепло. Здесь плюс 26 сегодня. Я в шортах, вон. Видно, видно. В шортах, футболке. А еще из новых, из покупок, мы купили холодильник. Вот это моя радость. Это холодильник мы купили на местном Авито. Вот так он выглядит. И проблема не в том, что здесь не было холодильника. Это, кстати, тележка для продуктов тоже очень классный. Покажу потом. А проблема в том, что здесь два маленьких. Ну вот вы представляете себе жизнь с двумя маленькими холодильниками, когда вы готовите там борщ, котлеты там на неделю. А поскольку я работаю, у меня нет времени. Все это наготавливать каждый день по несколько часов. Мне нужен большой холодильник. Типа кастрюлю борща я наварила, поставила. Там контейнер котлет сделала, там поставила. Ну там чечевичный, да. Мне нужен большой холодильник. Я не знаю, как жить с двумя маленькими. Поэтому мы купили большой. Кстати, большой холодильник за ставкой вместе со всем. Это Вирпу. Он достаточно новый. Стоил всего 100 долларов. 100 долларов 6500. Ну, 6500 это с доставкой. То есть он стоил меньше, доставка стоила 20 долларов. Что нам его сюда принесли? Хочу вам показать окрестности днем. Мне так нравится. Это рядом, через несколько улиц от нас. Там будет дом какой-то строится большой. Мне так нравятся вот эти кустики. Так красиво. Итак, дорогие друзья, я пришла в аптеку. Покажу вам, как выглядит аптека. Девочки, я накладываю голос на это видео, потому что в аптеке играла фоновая музыка. И сейчас YouTube блокирует видео даже за такую музыку. Ну, в общем, посмотрите. В аптеке есть все вообще, что надо. Все, что хочешь. Если вам интересно, я сделала отдельный обзор на аптеки. Походим по рядам, посмотрим, какие есть лекарства, какая есть косметика, какая есть еда. Что здесь вкусного, что здесь интересного. Как работают скидки, как работают скидочные карты. Как можно платить на кассе и много-много другое. Главное, напишите мне где-нибудь. Я не знаю, работать под этим видео комментарий или нет. Просто дайте мне знать. И я обязательно для вас это сделаю, потому что американские аптеки – это мое любимое место. Я их просто обожаю. Всем добрый вечер. Мы пришли на площадку на пляже. Вот там вот сзади океана, темно, не видно. И вот здесь вот Ocean Drive. Смотрите. Как классно. Пальмочки подсвечены. Здесь пахнет морем. Здесь так тепло. Но я, правда, в кофте и в шортах. Потому что ветерочек Тимка отказывается одеваться. Но, в принципе, здесь тепло. Где-то 23, наверное, градуса. Но тепло, в общем, чувствуется. Так, хорошо встретила ребята из Казахстана. Привет, если вы меня смотрите. В общем, приятно встречать знакомых везде. Мир. Шарик-то он маленький. Так классно. Так классно. Так классно. Так классно. По любимым местам. Это 13-я улица. Мы на ней жили. Два раза, когда сюда приезжали. Все такое родное. Ура! Тимка, да, да, аллигатор там. В общем, мы с Тимкой ходим, гуляем, идем домой. Очень. Тебе нравится? О! Здесь гадание на шаре. Хиромантия. Носик. Да, вот они, Нью-Йорки, твои любимые. Но у нас это... Здесь делают ручную пасту. И вот она показана все. Тимулечка, у нас сейчас пока мы домой идем. В общем, я отрезала мать. Ничего ребенка не покупаю. Купила мячик. Тим, ну зайчик мой. Мы только переехали. Мы только сняли квартиру. Мы только за все заплатили. У меня с собой реально денег нету, Тим. Я вот у меня сумка. Здесь ни карточки, ни кошелька. Ну нету. Я купила тебе на Ихерк, Нью-Йорки. Я хочу Нью-Йорки. Ну как с этим ребенком? Объясняешь? Ну тебе хочется просто поныть. Ну поной, если ты просто хочешь. Иногда, кстати, хорошая вещь спросить. Тебе хочется просто поныть? Пожаловаться, что сложно. Пухай, да. И как бы все понятно. Ну ребенок, хочешь поной. Так что, девочки, если кто-то собирается приехать в Майами, пишите мне. Давайте встречаться. И ждите, конечно же, новых влогов. Мне есть миллион всего вам рассказать. Я не знаю, как это, в общем, уложить в видео. Поэтому я буду делать отдельные видео. Единственное, что у меня закрыли комментарии под последним видео про Балину. Там было написано, что как бы про ребенка, там защита детей. И отключают комментарии. Поэтому пишите мне в Инстаграм, если что. Если под этим видео ссылки не работают. Ну и, конечно, я буду меньше показывать Тимку. Вы уж не обижаетесь. Но иначе у меня просто заблокирует канал. Вот. Пока. В общем, выжидаем, чтобы мне открыли комментарии. И держим пальчики. Вот. Потому что я хочу снимать. Я столько всего рассказать. Столько со всем поделиться. У меня прям приют-приют-приют. Вот. А канал комментарии закрыла. Я даже вам ответить не могу. В общем, присылаю вам солнышко. Вот. Держите. Держите. Держите вам солнышко. Буду показывать море, океан. Тепленько, хорошо. Всех целую. Всем пока. Хорошего вам дня. Муа!